здравствуйте из творчества игоря губермана опыт не улучшил никого те кого улучшил врут безбожно опыт это знание того что уже исправить невозможно но соседи всегда надеются на лучшее на то что все еще можно исправить вот об этом ну или почти об этом в нашей сегодняшней программе ведем ее мы евгений янин и альбина ловецкая добрый вечер а еще сегодня в гостях у соседей анна спиркова старший госинспектор мрэ у гбдд россии по новгородской области добрый вечер анна юрьевна добрый вечер альбина добрый вечер евгений здравствуйте добрый вечер мы как всегда работаем в прямом эфире телефон нашей студии 67 97 67 звоните присоединяйтесь к нашей беседе и задавайте свои вопросы ну начнем с вопросов мы анна юрьевна современные технологии не так давно но уже очень прочно в нашу жизнь вошли давайте просвещать наши соседи которые может быть пока с этими технологиями на вы или может быть совсем незнакомы какие услуги по линии гбдд гражданин может получить не выходя из дома при помощи портала госуслуг при помощи портала государственных услуг граждане могут получить довольно различные услуги да в том числе по линии гбдд как рассказали то бишь проверить допустим имеющиеся у них транспортные средства на наличие административных нарушений ну и конечно же а поставить заявку в регистрационно экзаменационные отделы гбдд мвд россии с целью зарегистрировать транспортное средство или получить заменить водительские удостоверения ну вот здесь наверное можно рассказать поподробнее поскольку представление посредством регистрационный экзаменационный отдел по вашей части по нашей части значит граждане посредством сайта государственные услуги оформляют к нам заявки на регистрацию перегистрацию транспортных средств то есть это транспортные средства которые вновь приобретены гражданами либо меняется собственник граждане обращаются к нам оставляя заявки для внесения изменения в регистрационные документы в связи с изменением своих персональных данных то есть поменялась фамилия в результате брака либо изменилось имя бывает и такое даже если с машиной все по-прежнему даже если с машиной все по-прежнему если изменяется место регистрации гражданина непосредственно также через сайт госуслуги можно к нам оставить заявку для того чтобы изменить регистрационные данные транспортного средства как мы знаем меняются и двигателю машины меняется и цвет автомобиля также можно оставить заявку для того чтобы получить дубликаты регистрационных документов птс паспорт транспортного средства свидетельство о регистрации заменить через сайт госуслуги можно записаться на выдачу замену водительского удостоверения когда те кто получает только что водительское удостоверение то есть непосредственно получение вот либо когда меняют по срокам что касается преимуществ это вот вы так много много услуг до рассказали что представлено это только по вашей части насколько я понимаю что из них да наиболее наверно востребованы или все максимально да как то вот так вот пользователями или все-таки наверняка же да когда услуг много я на какие-то есть спрос какие-то не очень востребованы как как выделить что-то одно но вот у меня например в семье самая востребованная опция не посмотреть задолженности по штрафам конечно и как у соседей с этим обстоит дело да конечно и штраф и задолженности по штрафам можно посмотреть через единый портал государственных услуг но у нас в нашем отделе конечно это регистрация транспортных средств преимущества и выдачу водительского удостоверения то есть граждане пытаются записывать через сайт госуслуг обращаются к нам для того чтобы и зарегистрировать и как я уже сказала поменять какие-то свои документы да они все востребованы нельзя выделить какую-то одно регистрационное действие это все одно направление нельзя выделить какое-то одно регистрационное действие которое пользуется какой-то там популярностью или спросом люди разные всех разные потребности ведь у людей же есть выбор да получается они же могут прийти и все это вручную принести документы да и на месте оформить а если сравнивать вот эти два момента вот все-таки больше на госуслугах или приходят или тоже на это все так сложно все таки да потому что как правило молодежь до более молодое поколение которые являются автовладельцами которые получают водительское удостоверение которые закончили школы хотят получить свою водительскую ездить и на автомобилях и на мотоциклах безусловно они преимущественно пользуются сайтом и порталом государственных услуг потому что это выгодно это удобно а выгодно с точки зрения чего вот и с точки зрения финансов поскольку единый портал предоставляет 30 процентную скидку для всех кто записывается на получение государственной услуги по линии гипптд именно мрэл госпошлины все остальное да 30 процентной скидкой безусловно плюс и водительская 30 процентной скидкой госпошлины перерегистрацию регистрацию транспортных средств плюс в нашем отделе для всех кто записывается через день портал действует определенные скажем так послабление и определенный послаблениеaloop что такое а те кто absorkay Han регистрировать транспортные средства записавшихся через единый портал имеет возможность получить осмотр транспортного средства вне очереди да плюс они записываются на определенный день на определенное время Соответственно, в это время мы обязаны предоставить услугу. Соответственно, получать или брать дополнительные талоны. Это получается такая система зеленого коридора. Человек записался, все, пришел. Если там есть какая-то живая очередь, то он все равно пойдет в свое время. Сказали вы о том, что молодежь якобы активно пользуется порталом госуслуг. Действительно есть такое разделение, что молодые люди, они все в интернете, все через портал госуслуг. А те, кто постарше, по старинке, идут ножками, несут бумажки обязательно в распечатанном виде. Вообще да, есть такая тенденция. Чем старше гражданин, тем для него как-то проще, наверное, по привычке, наверное, вживую прийти к нам и получить услугу непосредственно, принеся весь пакет документов необходимый, но без предварительной записи. Говорят, что им так удобнее. Мы, конечно, безусловно, задаем вопросы, почему вы не хотите воспользоваться, предлагаем им записаться, зарегистрироваться на портале. У нас для этого... А что отвечают? Почему неудобно? Когда вы говорите, а почему вы не изрегистрировались на сайте? Говорят, что нет компьютера дома. Самые популярные ответы какие? Нет компьютера дома, не умею пользоваться. Внуки приезжают, но редко, поэтому мне проще так. И машин у меня немного, машина у меня одна. Вот я сегодня пришел, а завтра не приду. Зачем мне портал? Но при этом у вас стоит тоже стационарный компьютер, да, и вы можете предложить помощь. Каким образом это происходит? На Синой-16 и на Хоттенской-42 организованы рабочие места, где сотрудники полиции предоставляют, как аттестованные, так и гражданские работники, предоставляют возможность, предоставляют услугу по записи, по регистрации на едином портале государственных услуг, по записи на этом портале. Рассказывают, как оплатить посредством сайта выбранную услугу, как потом действовать. То есть в тот день, когда записались, как прийти в наш отдел, и как получить эту услугу, непосредственно уже имея заявку. Рассказывают о преимуществах этого сайта, а также помогают записаться, ну, скажем так, не только по линии ГИБДД, но там, допустим, в другие службы. Ну вот давайте для тех наших соседей, которые не пользуются порталом госуслуг или там зарегистрировались, например, но не активно его используют, что нужно для того, чтобы использовать портал госуслуг в полной мере, получать именно по вашей линии, по вашей части все услуги? Вот прям с самого начала пошло. Потому что человек, например, вот пришел, да, по старинке с этими бумажками распечатанными, а вы говорите, вот садись за компьютер. Наверняка же просто так не получится. Надо его зарегистрировать на портале, да, его там каким-то образом, да, получить идентификацию. Да, безусловно. Для того, чтобы воспользоваться сервисом государственных услуг, которые работают у нас на территории России, созданы, разработаны исключительно для граждан Российской Федерации, хочу обратить на это внимание, значит, чтобы им воспользоваться непосредственно для линь по линии ГИБТД, по линии МРЭО ГИБТД, да, чтобы зарегистрировать машину или получить экзаменационное удостоверение, вам необходимо, гражданам необходимо, значит, сначала зарегистрироваться на едином портале, что для этого нужно? Для этого нужен паспорт и СМИЦ. Заполняется анкета гражданина, и далее нужно подтвердить учетную запись. Сделать это можно, значит, запомнить анкету, создать свою учетную запись на едином портале, вы можете самостоятельно дома, если владеете компьютером, если компьютер под рукой, в принципе, есть даже мобильные приложения для этого, либо в любом МФЦ города, либо у нас, Хутенская 42, Синная 16, как раз вот с помощью этих компьютеров, с вашим специалистом. Да, специалистом, где у нас мини-МФЦ, можно так сказать, где помогут создать учетную запись, и эту учетную запись нужно еще подтвердить. Вот это многих пугает, на самом деле, я слышал от многих знакомых, что мало зарегистрироваться, нужно еще потом идти куда-то за подтверждением, ну, то есть такая, с одной стороны, вроде бы интернетовская удобная штука, ты заполнил анкету, все в онлайне, а с другой стороны, все равно тебе в оффлайне надо идти куда-то получать что-то. Да, к сожалению, есть такое дело, нужно подтвердить учетную запись, что такое подтверждение. Подтверждение это проверка, проверка паспортных данных в системе МФЦ, да, и проверка СНИЛСа в Пенсионном фонде Российской Федерации. Что человек реальный. Что это именно тот человек, который зарегистрировал, сформировал свою заявку. Не под чужим документом. Не под чужим документом. 97-67 звонок. Это телефон нашей студии. Мы слушаем зрителя. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые соседи. У меня такой вопрос к вашей гости. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьте себя. Меня зовут Ольга. И такой у меня вопрос к вашей гости. Я прописана в Паровичах, но давно уже живу в Великом Новгороде. Заканчивается срок действия водительского удостоверения. Мне надо сейчас его поменять. Я должна ехать к степе по месту прописки, либо можно это сделать здесь. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Понятен вопрос? Ехать в Паровичи или не ехать? Добрый вечер, Ольга. Нет, вам не нужно ехать в Паровичи. Вы можете получить услугу по замене водительского удостоверения здесь, в Великом Новгороде. Для этого обратиться нужно на Хутунскую 42 в приемные часы. Работают они со вторника по субботу. Их телефон 98136. Вы можете проконсультироваться по всем интересующим вас вопросам по поводу медицинской справки. Если замена идет по сроку действия, вы в курсе, что нужно получить медицинскую справку. Вы можете позвонить по телефону 98136, повторюсь, получить всю консультацию там. А так, да, действительно, вы можете получать услугу по замене водительского удостоверения непосредственно в Великом Новгороде. Ехать в Паровичи для этого не нужно. А можно я дополню еще вопрос нашей телезрительницы? Как быть с фотографией на Пароватке? Фотографию на водительского удостоверения делают непосредственно на месте в подразделении ГИБДД. То есть вы на Хутунской 42 ходите, вы приходите красиво, прекрасно, и вас фотографируют. И через какое время потом выдаются новые права? В течение часа вы получите всю услугу. То есть вот так вот, настолько все это быстро и удобно, здорово. Анна Юрьевна, вернемся к порталу госуслуг. Еще одна такая деталь, которая пугает людей, причем как старшего поколения, так и молодых, это то, что человек при регистрации на портале госуслуг слишком много личной информации туда вносит. Все свои паспортные данные, СНИЛС, все, что можно, все туда. Насколько это безопасно? И приходят ли вам люди с такими опасениями, когда они говорят, я не буду пользоваться порталом госуслуг, потому что это опасно. Я сейчас все данные введу, их украдут, у меня там 10 кредитов на меня повесят. Да, безусловно, такие граждане есть и опасаются, особенно в начале, в тот период, когда только запускался весь этот сервис. Нет, опасения напрасны, потому что все это, ваш личный учет на запись имеет логин и пароль, знать который можете только вы. Меняется пароль очень удобным способом, никуда ходить не нужно, для этого вам достаточно дома самостоятельно его изменить. Схема замены очень простая, вы просто создаете новый пароль в своей учетной записи, меняете пароль и все, никуда дополнительно не надо ходить, уведомления там приходят госуслуг в виде смс-уведомлений. Ну и, собственно, пока каких-то известных случаев о том, что кто-то использовал ваши данные с порталом госуслуг, я вот не припомню. Нет, не было у тебя все эти опасения. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, есть еще один звонок от телезрителя. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Алло, мы слушаем вас. Алло, алло. Здравствуйте, как вас зовут? Анатолий Федорович, я. Слушаем вас. А у меня такой вопрос. У меня вот такой вопрос. В июле заканчивается у меня срок удостоверения водительского, да? Я водитель первого класса, 49 лет вожу автомобилем. У меня все категории, но говорят, при замене мне только поставить легковую машину категорию, а остальные не поставят. Правда ли это? Правда, да. И что делать, если человек хочет получить не только... Анатолий Федорович, вы при замене водительского удостоверения приносите в подразделение ГИБДД медицинскую справку. Вот согласно этой медицинской справке, согласно вашего возраста, согласно стажа, инспектор ГИБДД принимает решение о возможном допуске вас и о возможной выдаче водительского удостоверения по тем категориям, которые у вас открыты. Всю дополнительную информацию по этому поводу вы более конкретно можете получить на Хутенской 42, либо по телефону, как я уже говорила, 98136, либо позвонить непосредственно к нам на Синную 16, к руководителям отделов 981659. Я думаю, что мы разрешим эту ситуацию. Тут получается два варианта, может быть, да? Какие могут быть события ждать нашего телезрителя? То есть и так, и так можно? Все зависит от медицинской справки. Все зависит от того, до, значит, какой уровень допуска, что позволяет медицинская справка. А старшей работы не нужно смотреть? Если человек, например, работал водителем с определенной категорией? Безусловно, и на стаж тоже обращают внимание. Смотрит все, принимает решение государственный инспектор непосредственно при приеме документов. То есть он смотрит весь пакет документов, смотрит водительский стаж, ну и там принимает решение о возможности или невозможности выдачи соответствующего водительского удостоверения по всем категориям. Анна Юрьевна, встречайте, вы в практике людей, возвращаясь опять к госуслугам, которые к вам приходят и говорят, я вообще не слышал про портал госуслуг. Не знаю, что такое есть. Бывают еще такие? Да, бывают, как ни странно. Вы что в ответ говорите? Что мы в ответ говорим? Мы пытаемся, предлагаем, рассказываем о преимуществах. Если гражданин готов слушать нас, готов к диалогу, безусловно, мы ему предлагаем зарегистрироваться. Рассказываем преимущества, которые он может получить не только у нас, но и в других ведомствах, в том числе в здравоохранительных учреждениях, в пенсионном фонде России. Потому что, да, понимаете, что это люди более, скажем так, зрелого возраста, те, которые не очень хотят, не могут в силу своего возраста или не умеют пользоваться компьютером, или им это трудно дается в силу определенных своих каких-то особенностей. Мы все рассказываем, все показываем, предлагаем им помочь в этом, помочь зарегистрироваться, помочь, может быть, даже записаться в какое-то из ведомств. И каждый раз, каждому новому посетителю, да, приходится все это тянуть и в раму. Да, разъясняется и нападет. Ну, а проводятся вообще какие-то акции, может быть, не знаю, популяризация, пропаганда вот этого способа получения государственного? Да, проводятся, проводятся ежегодно по линии ГИБДД силами управления ГИБДД МВД России по Новгородской области совместно с сотрудниками ДПС, сотрудники МРЭО выезжают в различные торговые сети, там, в магазин лента, в магазины иные, да, непосредственно на постах в городе проводятся, значит, различные акции. У нас в наших отделах Сеная-16, на Хоттенской-42 мы тоже устраиваем день госуслуг, где вручаем подарки нашим посетителям, кто непосредственно оформляет заявки через сайт нашей отделы. Да, уже неоднократно такое проводилось. Плюс устраиваются, значит, различные мероприятия в учебных заведениях, где молодежи рассказываются о преимуществах этого портала, о преимуществах сайта госуслуги, о том, что позволяет этот портал, о том, как непосредственно создать вот саму заявку, как поставить в ведомство то или иное свое обращение. Вы сказали, что сотрудники выезжают в места большого скопления народа. А что они делают? Что они говорят людям? Как они показывают? Просто встают и говорят, регистрируйтесь на сайте госуслуг. Они возят с собой планшет, где опять-таки предлагают, прямо здесь же, не выходя, скажем так, из магазина, да, человек зашел, а вот тут, пожалуйста, мы предлагаем вас такую возможность. Давайте мы вас запишем, зарегистрируем, вам будет удобно оплачивать, вам будет удобно контролировать свой автомобиль, смотреть на штрафы ГИБДД, его проверять. Чтобы так заманить, потому что человек наверняка один раз попробовал, поймет, насколько это удобнее. Да, вы знаете, очень многие посетители, посетители, как правило, представители юридических лиц, у которых очень большие автопарки, уже ощутили преимущество этого сайта. Им-то тем более, да. Хотя он не дает им скидки на оплату госпошлины, потому что это юридически. Просто проще, наверное, работать. Да, но порядок записи, то есть очень просто. Ты записался на определенное время, ты приходишь, сдаешь свои документы к инспектору в определенное время и не нужно бегать туда-сюда. Ты знаешь, что ты пришел, ты записался, и все, ты сдал документы. То есть правильно я понимаю, что скидка 30% действует только для физических лиц? А как вы считаете, это акция временная или вот пока так оно и будет с этой скидкой? Или когда все начнут пользоваться просто услугами, скажут, ну раз все пользуются, привлекать нет смысла. Да, это до конца 2019 года продлили. Это же общая акция, всероссийская везде. Да, конечно, конечно, она везде, для всех всем местных. Ну а наступит вообще такое время в ближайшие годы, когда действительно можно будет сказать, что все операции проводятся с помощью портового госуслуг, уже вживую никто не приходит подавать заявку. Трудно сказать, потому что по линии МРЭО, ГИБДД, вряд ли мы будем 100% говорить, что 100% все-таки надо приходить. Приходить все-таки нужно, нужно непосредственно хотя бы для того, чтобы сфотографироваться на водительское удостоверение. Но у нас для того, чтобы осматривать транспортное средство, безусловно, нужно приходить. Но еще важный же аспект, что мы говорим о том, что портал госуслуг, он для граждан Российской Федерации. А есть ведь у нас люди, не граждане Российской Федерации, гости, которые тоже пользуются вашими услугами, им все равно вживую. Им вживую, да. Им вживую, полная стоимость. Для них пока это преимущество недоступное. Но есть повод стать гражданином России. Совершенно верно. Есть у нас телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Мы переехали в Великий Новгород. Меня зовут Александр. Да, мы слушаем вас. Мы переехали в Великий Новгород и привезли с собой автомобиль с Дальнего Востока. Какие-то сложности с регистрацией этого автомобиля? У меня вопрос. Спраховочка и технический осмотр. У автомобиля действителен... Александр, продолжайте. Ну, сентября месяца. Да, да, да. Александр, да, мы вас слушаем. Продолжайте задавать свой вопрос. Или дождаться сентября? Заранее нужно, да? Вы спросили, заранее нужно или дожидаться сентября? Страховка действительно до сентября. Автомобиль перевезли с Дальнего Востока. Нужно ли дожидаться? И когда самое главное его регистрировать? Сейчас нужно, когда его перевезли? Александр, добрый вечер. Расскажите, а транспортное средство зарегистрировано за вами там, по месту последней регистрации вашей, на Дальнем Востоке, где вы были прописаны? Ну, нет, Александр, у нас уже, да, по-моему, на связи. Да, зарегистрировано. Да, зарегистрировано. То есть вы являетесь владельцем. Зарегистрировано на Дальнем Востоке. Чудесно. Вы просто переехали, поменяли место жительства. По всей видимости, так и есть. По всей видимости, так и есть. Значит, если у вас поменялась прописка на территории Российской Федерации, вы переехали из одного региона в другой, для перерегистрации транспортного средства по последнему месту вашей прописки осматривать автомобиль не нужно, предоставлять полис ОСАГО не требуется, полис вы меняете по необходимости, по когда он заканчивается, да, по сроку его действия. Для перерегистрации транспортного средства в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД МВД России, обращаю ваше внимание, что делать вы это можете на всей территории России, не именно у нас, в нашем городе, вам достаточно паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации, личного паспорта гражданина Российской Федерации с новым штампом, с новой вашей пропиской, и снился. Ну и, конечно, оплачиваете госпошлину, пользуясь порталом государственных услуг и оставляя там предварительную заявку. Анна Юрьевна, у нас тоже есть прекрасная возможность присоединиться к продвижению портала госуслуг. У вас есть возможность обратиться к тем нашим соседям, которые, может быть, пока не оценили все плюсы этого портала. Почему им обязательно нужно им пользоваться? Давайте еще раз про преимущество. Почему это проще? Еще раз, да, попробуем их переубедить все-таки заставить, да, по-хорошему зайти на этот портал, зарегистрироваться и им пользоваться. Как я уже сказала, основным и главным преимуществом портала госуслуг является 30-процентная скидка. Государственная регистрация транспортного средства на сегодняшний день максимально стоит 3300 рублей, с условием того, что вы меняете госзнаки, паспорт, транспортное средство и свидетельство о регистрации. При скидке в 30% это обойдется вам в 2,310. То есть существенное преимущество. Плюс с 5 апреля текущего года портал государственных услуг предоставляет для всех граждан Российской Федерации новую возможность прекращения регистрационного учета транспортного средства в связи с его продажей иному лицу без посещения МРЭО. Автоматически? Автоматически. То есть вы как владелец, который продал свой автомобиль через свой личный кабинет на едином портале государственных услуг оставляете заявку в регистрационно-экзаменационный отдел любого регионального уровня, любого региона России, прикрепляете к своей заявке договор купли-продажи, я имею в виду снимок, изображение, файл с договором купли-продажи и отправляете выбранное вами ведомство. В течение суток это ведомство рассматривает вашу заявку и если все правильно, система сама сверяет ваши персональные данные, данные вашего автомобиля с соответствующими учетами ГИБДД МВД России и принимает решение. Если заявка оформлена соответствующим образом, значит она пропускает эту заявку в ведомство и уже мы в течение сотрудники, мы в течение суток обрабатываем эту информацию и принимаем по ней решение. Так что все работает быстро, хорошо, очень удобно, нет повода не пользоваться. Спасибо большое, Анна Юрьевна, за интересный разговор. Друзья, пользуйтесь порталом Госпусклуг. Не забывайте, что с нашей редакцией можно связаться по телефону 638-005. Ну и делитесь своими новостями в нашей группе ВКонтакте и Новгородской областной телевидении. Мы благодарим нашу гостью и прощаемся с соседями. До свидания, всего доброго.